Друзья, всем привет! Доброе утро! Вы на канале Мотосанчо и мы с вами проснулись недалеко от трассы М4. До Москвы остается чуть меньше тысячи километров, до дома чуть меньше 1200, а это еще около шести дней пути. Сегодня ночью наши мопеды облюбовали местные жители. Сейчас я вам их покажу. Вот сидит один, довольно крупный, а рядышком здесь вот он второй. Не знаю, фокусируется на них камера или нет, но это довольно крупные пауки с яркими черно-желтыми полосками. Паук-оса. Такой паук способен прокусить кожу человека и укус его вполне чувствителен. По ощущениям, как у осы в принципе и есть. Так что лучше их руками не трогать. Сюда на солнышко я вынес купол от нашей палатки. Немножко его просушить. Дождя хоть и не было, но ночью было холодно. Из-за этого на нем образовался конденсат. Ну что же, нам пора собираться, а значит надо как-то избавляться от этих непрошенных гостей. Слушайте, а паутина у них какая крепкая. Ее даже порвать тяжело. Вот здесь живи теперь, на кустике. Первый ушел. И второго отправим туда же. А тебе вот этот кустик, чтобы вы не дрались. Вот и все. Давайте выбираться на трассу. Первый у нас поедет СУЗА. Поворот включен. Не хочет запускаться. Попробуем с ноги. Ну вот, другое дело. Ну вот и выбрались. Я сегодня примотал себе спальник на багажник. Хочу использовать его как упор для поясницы. Надеюсь, будет немножко комфортнее. Ну а сейчас отправляемся до первой заправки. Зальем полные баки. И заодно позавтракаем. Зальем полные баки. Зальем полные баки могут взраты. Зальем полные баки. И- И- Молод, нас.. Субтитры создавал DimaTorzok Заливаем, как обычно, под самую горловину, чтобы как можно больше проехать до следующей заправки. Мусор с места ночевки выбрасываем и отправляемся пить кофе. Едем сейчас по этой трассе и я испытываю легкое дежавю с дорогой Киев-Одесса. Практически такие же пейзажи, такие же сетевые рестораны, такие же торговые точки, заправки, даже отбойники и само полотно дорожное очень похоже. А вообще вот мы сейчас размышляли, когда едешь в ту сторону, на юг, на мотоцикле или на скутерах, как мы, у тебя постоянно меняются пейзажи и ты постоянно вот под этим вау-эффектом. Я говорю, вау, степи, вау, горы, вау, море. А когда едешь обратно, понимаешь, что все самое интересное у тебя уже осталось позади. Я с нетерпением жду брянских лесов, когда начнутся вот эти высокие деревья по обочинам, хоть что-то будет меняться, хоть какое-то разнообразие, потому что здесь и глазу-то зацепиться не за что. Просто едешь и едешь, дорога и дорога. Такой человекопровод из точки А в точку Б. Ну что, подкрепились, можем отправляться. КОНЕЦ Трасса, братцы, совсем испорчилась. Обочина вся разбитая, движение сумасшедшее. И здесь ехать стало опасно, поэтому мы будем сейчас искать альтернативную дорогу. Через 5 километров есть поворот на Каменск-Шахтинский. И дальше можно двинуть вдоль границы с Украиной. Заводи. Главное сейчас аккуратненько до этого поворота добраться. Если вчера обочина была широкая, хоть боком на скутерах катись, то сегодня ее, считайте, и нет. И даже правая полоса вся в прямах и выбоинах. И учитывая, что по ней постоянно идут фуры, неуютно стало на этой трассе. Поэтому мы, кажется, сейчас будем сворачивать на Донецк. Свернули с трассы и уперлись в закрытый шлагбаум железнодорожного переезда. Продолжение следует... Если здесь ехать прямо, то уедешь в Донецк. Но нам туда не надо. Мы двинем параллельно М4 по вот этим тихим спокойным дорогам. Да, Миш, я вижу, пятерочка. Сейчас заедем. В пятерочке сейчас закупимся продуктами к обеду, и до обеда можно будет не останавливаться. Вот так, братцы. Здесь масочки бесплатно дают на кассе. В Беларуси просят купить. Я сейчас прикинул по картам. Мы едем через Каменск-Шахтинский до поселка Глубокий. И там снова попадаем на М4, потому что альтернативная дорога заканчивается. Нам туда. Посмотрим, как там М4 трасса будет. Может быть, там уже подремонтировали. Смотри, Мишка, справа танк стоит. Да, Миш. Воевали, да? Да, совсем недавно тут воевали. Можно сказать, что и сейчас еще воюют. Река Северский Донец. Довольно широкая речка. Река Северский Донец. Субтитры создавал DimaTorzok Мы остановились в хуторе Березовый Вообще остановились перекусить Но тут Мишке под штанину залезла оса И набомбила ему под коленкой 4 укуса сразу Покажешь? Мишка героически терпит Вот с этой стороны будет видно Вон как покусало Сразу все волдырями пошло Прикладываем к укусам таблетку валидола Валидол снимает воспаление Ну и здесь уже сразу и перекусим А на обед у нас ветчина с хлебом Помидорки и персиковый сок Славно пообедали прямо под местным сельским домом культуры И сельской библиотекой А сейчас двинем дальше И даже жалко, что придется возвращаться на М4 с вот этих сельских дорожек Так уютно и так спокойно здесь едется Машин мало, движение не напряженное А асфальт при этом вполне сносный Готовы? Почти Осталось только вставить ключ зажигания Здесь было пара приколов Мы с Мишкой ехали на спуске И он случайно коленкой задел ключ зажигания Он повернулся И зажигание у нас выключилось Еду, чувствую, скутер не отзывается на ручку газа Вроде мотор тарахтит Центробежное сцепление в зацеплении Но реакции на ручку газа нет Нажимаю на стартер Стартер молчит Потом уже полез рукой к ключу зажигания Увидел, что выключен А вот и выезд на М4 До Москвы 908 километров То есть продвинулись мы за сегодня Где-то километров на 60 Всего Стоит отметить, что М4 здесь стало получше И обочина появилась И покрытие ровнее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, 92-й есть В общем, картина такая Мы уже проехали 110 километров, если считать по трассе Если учитывать то, что мы там напетляли по селам и деревням То получается около 120-125 И если сегодня осилим еще 110 километров То доберемся до Богучара и сможем свернуть опять же на второстепенные дороги Уйти с М4 и дальше до самого Воронежа по этим дорогам двигаться По ним ехать гораздо интереснее, хоть и медленнее Ну а здесь стали на заправке Налили полные баки Здесь толпами ходят попрошайки Все попали в тяжелую жизненную ситуацию Автостопом добираются домой Всем нужны деньги И обратите, друзья, внимание Какой шикарный дом на колесах Какой красавец Вот это да Он просто огромен На таком путешествовать было бы удовольствие Надо дождаться, когда сын вырастет Его посадить за руль дома на колесах А самому впереди ехать на чопере Налегке, без багажа и поклажи И пошел А у нас какая-то проблема Миш, слазим Есть, братцы, у нас проблема Что-то явно раскрутилось В вариаторе слышен стук Колесо заедает А из инструмента у меня только мультитул И отвертка В отвертке есть насадка торцевая на 8 То есть крышку вариатора я открутить могу Но воздушный фильтр Нужны головки на 10 А для того, чтобы открутить Рычаг кикстартера Нужен ключ на 12 Я его мультитулом поковырял Но не идет ни в какую Вот думаю пойти прогуляться До шиномонтажа Спросить у ребят У дядьки на газели Попросил ключик на 10-12 Нашелся у него такой На 12 сразу откидываем Кикстартер И на 10 Вон они, два болта Надеюсь, получится подлезть Сняли мы крышку вариатора Под ней видим Черная Я так понимаю, это резина с ремня Ремень был новый Немножко он притерся Вот у нас барабан сцепления Вращается свободно Меня смущает, что ремень сам Как-то слишком свободно болтается Давайте попробуем запустить Ну вот сейчас вроде ничего и не дергает Такое ощущение, что перегрелось сцепление И хватало за барабан Вариатор отрабатывает Видим, как конуса расходятся Какие-то постукивания Все равно присутствуют Но люфтов нет Все нормально Может действительно перегрелось Вот и ремень уже стал плотно Натянулся Попробую проехать Вроде ничего Пока возился, дядька на газели уехал Поэтому болт кикстартера Сейчас зажимаю мультитулом И надо будет за ним следить Чтобы не удрал по дороге Вместе с кикстартером Крышку поставил на место Давайте теперь вместе с крышкой попробуем Ну отлично Все работает Запускай Ну что же Кажется, теперь мы точно готовы Непонятно, что это было Ну точнее, понятно Перегрелось сцепление Расширилось от нагрева И начало закусывать Но Так, а как мы выедем? Ну-ка, Миш, поднимай эту ленточку Вот так И маму нашу выпускаем Так вот Будет подождать Дать ему какое-то время Чтобы остыл И потом уже пробовать Так, я немножко тормознул На сложном участке дороги На сложном участке дороги Пытаюсь тронуться А все Даю газу Появляется вибрация Отрогание не происходит А тут еще фуры Такие мимо летят Вариатор не отрабатывает Так Неудобное очень место Сиди, Миш, неслась Колесо Зафиксировалось А слезь-ка на ту сторону Не-не-не, на ту-на-ту-на-ту Подальше от машин Попробуем его покрутить Очень странный звук Очень появился странный звук Ну-ка Нет, не тянет Миш Миш, Миш, садись Отъедем немножко Попытаемся До тенька хотя бы Что ж это такое-то, а? Да Так Вот-вот-вот-вот-вот Потихонечку Потихонечку Расходимся Поехал Такое ощущение Что все-таки Что-то не в порядке Именно с вариатором Надо бы его почистить Продуть Но пока едем Попробуем ехать Здесь все равно Чиниться негде Здорово Уродил дитя Нормально Едет До Багучара хотя бы А там уйдем Устал? Не шуше Устал, я знаю Молодцы Вот так Ехали-ехали И встретили ребят Из Воронежа На триумфе Таком Крутом Остановились Поболтали Обменялись Телефонами Если что В Воронеже Уже есть кому заехать А произошло это На 850-м километре Трассы До Москвы 850-м И сегодня Надо сделать Еще хотя бы Ну километров В 100 До Багучара Дотянуть Конечно Мотик классный Получше Чем наши Табуретки Давай Счастливо Поехали Сегодня уже Дома буду Ну а нам Надо попытаться Отромиться Потому что Я сейчас Останавливался И снова Почувствовал Проблемы С вариатором Стойте Меня забыли Залазь Вот чуть-чуть Даю газу Вроде Начинает тянуть Но не едем А если Распихать Нагану И по чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть Давай 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 Вот Вот Пошли Набирать Атороты Очень Странные Симптомы Надо Чувствую Разбирать Вариатор Все там Чистит Все Поехало Все нормально То ли Сцепление Пробуксовывает Замасленность Может быть Всяко бывает Еще 50 километров Мы проехали Ехали Долго И у меня Было время Подумать Над нашей Проблемой У меня было время Поспать В общем Сцепление Тут Совершенно Ни при чем Я даже не знаю Почему я решил Что это сцепление Дорогая Дай-ка мне Ручку Подходящей Расцветки И бумажку Как у нас В принципе Устроен Вариатор Есть Два Шкива Которые Образованы Коническими Дисками Один Соединен С коленвалом И получается С поршнем А второй Похожий Шкив Соединен С задним Колесом Нашего Скутера Вот оно Будет Передний Управляется Центробежными Грузиками Которые Расходясь За счет Центробежных Сил Сжимают И разводят Конуса Как только Конуса У нас Сходятся Ремень Работает Где-то Здесь По внешнему Кругу Когда Расходятся Он смещается Внутрь И работает По малому Кругу Таким Образом Мы имеем Либо Вот такую Схему Которая Должна Быть У нас При Трогании Либо Вот Такую Схему Которая Должна Быть На Скорости Уже При Движении Если Где-то Вот этот Механизм Заедает Или Закусывает Этого Происходить Не будет И вот Допустим Ехал Ехал Я по Трассе У нас Вот такое Положение Шкивов Останавливаюсь Разъединяется Центробежное Сцепление И Ремень Остается В этом Положении Вместе Со Шкивами А потом Пытаюсь Трогаться Естественно Обороты Коленвала Низкие Мощность Низкая А мопед Пытается ехать Но не может Вытянуть Вот и едем Так Тыр-тыр-тыр И никуда Не двигаемся Постепенно Постепенно Вроде как Разгоняется Выходит В рабочее Положение Либо Там что-то Расшевеливается Я думаю Стоит Снова Снять Крышку И все Там внутри Продуть Вполне Возможно Торк-драйвер То есть Вот эту пружину Забило Пылью От ремня И из-за этого Какое-то Есть заедание Мысли Такие Я попытался Их Выразить На бумаге Ну а сейчас Поедем дальше Ну а пока Как видите Наш вариатор Работает Периодически Что-то у него Там подглючивает Но едем Едем А раз едем Значит Лезть пока Не стоит Стартуем Дальше На трассу Впереди У нас Богучар И созванивались Мы сегодня С нашим Другом Олегом Который Предлагает Переночевать У него В Павловске Вот только До Павловска Отсюда Сто тридцать пять Километров В принципе Конечно Можно Дотянуть Но мы Будем там Поздно Уставшие И замученные Посмотрим Не будем Загадывать Давайте Еще Километров Пятьдесят Остановочку И подумаем Какая-то Образовалась Пробка Причем Достаточно Большая Вот нам Сейчас Только с Моим Чудо-вариатором В пробке Не хватало Постоять И так Все Узенько И плотненько Что не Просунешься В общем У нас тут Фигурное Вождение На моем Мопеде Ширина Ограничена Зеркалами А на Танюшкиной Ямахи Ямахи Баулом Ура Мы выбрались На оперативный Простор И все Это Почему-то Вот Прям На границе Воронежской Области Но здесь Вроде Как Уже Отбойника Нет Можно Вдоль Обочины Ехать Или По самой Обочине Богучарский Район До Москвы Смотрите Какая цифра Три топора 777 И пробка Уходит За горизонт Это Надолго Некоторые Ребята Поехали По Альтернативной Дороге Через Поле Ну а мы Крадемся Вдоль Обочины И здесь Смотрите Какая Картина Обочечники Стали В пробку Прикольно И Объехать Их Вроде Как Уже Никак Дорога По Фу, какая пылюка Мне до жути любопытно, что же стало причиной такой огромной пробки Это ремонт, объезд или ДТП И вот мы, кажется, к чему-то подъезжаем Тут сужение дороги, вот какой-то кирпич нарисован Может мост на ремонте или еще что-то вроде этого Да, все верно, здесь действительно ремонт дороги Сделали объезд и сужение Вот это сужение, как бутылочное горлышко И создает такой затор Дальнобои сейчас пытаются уйти в левый ряд Видимо, видят что-то, чего не видим мы А мы едем пока за ними Здесь какая-то примыкающая дорога Что происходит вообще? Да, Танюшка тоже увидела то, чего не видел я Там ребята с примыкающей дороги В наглую вылезли на половину полосы И пытаются проскочить Но у нас не проскочишь И вот вроде как движение пошло Все вздохнули с облегчением Все поехали И вот ведь какая загвоздка Следующий ремонт практически такой же Но никакой пробки не собрал Все свободно проезжают И вот те же самые качели Снова сужение Снова какой-то ремонт И пробка Опять завыпендривался вариатор Тяга пропала Сзади подпирает фура Справа отбойник Уходить некуда Толкаю мопед ногами Сейчас поедем Продолжение следует... Я пытаюсь провернуть передний шкив, чтобы ремень разошелся. Нет, не помогло. Тяга не появилась. Вот это да! Вот это мы заехали. Танюшка попробует выехать с Мишей туда, где кончится этот отбойник. А я туда буду толкать руками, потому что других вариантов просто нету. Ох и страшно, братцы! Немного растолкал ногами, запустил, дал газу и все, поехало. Но успел уже умахаться. Но это, братцы, не дело. Это не езда. Дайте воды, а то я сейчас сдохну здесь. И что интересно, если бы не было вот этих ремонтов, если бы не было вот этих заторов, то мы бы ехали и ехали без всяких проблем. Дело в том, что вариатор сейчас срабатывает как-то через раз. Хочу работаю, хочу не работаю. Сейчас, можно сказать, повезло, подхватил, потянул. А вообще, конечно, надо добраться до какого-нибудь спокойного места, уделить ему время и его тщательно пересыпать. Вот, вот сейчас тяги нету, не тянет. Газу даю, а он на низких оборотах еле, 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 что-то там, как будто сцепление проскальзывает. Вообще ничего. Вот, пытаемся разогнаться, разогнаться, разогнаться. Еще чуть-чуть. Вот, 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 пошел подъем. Все, схватился, поехал. Теперь, если не останавливаться, то ехать можно сколько хочешь. Вопрос именно с троганием, вопрос с разгоном. А вот как, не останавливаться, когда постоянно кто-то начинает впереди подтормаживать? Хотя, кто бы говорил, только что сам застопорил целую полосу. И впереди опять затор. И опять в горку. Ну вот, минимально возможная моя скорость. Все, сейчас вариатор снова откажет. Давай, мужики, поехали! До захода солнца остался один час. До Богучара около 20 километров. До Павловска около 70. Даже не знаю, тянуть сегодня дальше или съезжать с трассы, ставить палатку. Красивый закат. И опять затруднение продвижения по трассе. Пробка это не назовешь, потому что мы пока не стоим, едем. Так что, просто затруднение. Но я прихожу к выводу, что надо, надо сегодня тянуть до Павловска. До нашего друга Олега, потому что у него можно будет пересыпать вариатор. Посмотреть, что там с ним. В комментах вы писали, что Мишка от такой дороги будет уставать. И у него не останется силы, энергии. Вот, мы остановились просто на обочине размяться. И он уже полез на гору Щебня. Гора, кстати, довольно высокая. Здесь метров 7. Взрослеет пацан не по дням, а по часам. У-ху! Круто! Танюшку даже уговаривать не пришлось. Сказал ей, что у Олега в Павловске будет душ и кровать. И мы уже едем. Нам остается 80 километров. И снова вклиниваемся мы в этот затор. Ну и поехали. 80 километров до Павловска. Проезжаем поворот на Багучар. Сюда мы церились с самого утра. Но обстоятельства так сложились, что едем дальше. А как только солнце село за горизонт, так начала стремительно падать температура. Надо остановиться, приодеться. Может быть заодно и дозаправимся. Мы не только приоделись и заправились, мы еще и упаковались в салатовые жилеты. Потому что ехать будем ночью. И желательно на дороге выделяться. Безопасность должна быть безопасной. Свет у Сузы, конечно, шикарный. Еле-еле получается разглядеть обочину, по которой мы едем. Да и то на расстоянии 5 метров от мопеда. У нас впереди платный участок дороги. Но нам на него не надо. Мы уходим вот направо, на верхний Мамон и Павловск. Бесплатный проезд нам сюда. Верхний Мамон. Целая улица шашлыков. Все в дыму. Пахнет мясом. А мы едем дальше. Мы все-таки это сделали. А мы до вас доехали. Ой, я разогнуться не могу. Ты бы знал, как это страшно. Привет. Да, как пролетают мимо эти фуры. Встретил нас Олег. Привез. Поставили уже вон два мопеда. Завтра Сузой надо будет заняться. А пока вот поливаем какой-то разжигалкой угли для мангала. И они трещат сразу. Еще не горят, но уже трещат. Махмуд Пиджигай. Ух. На спирту явно. Такое пламя синее. Ехалось сегодня достаточно тяжело. И мы твердо для себя решили. Несколько раз даже в нецензурных выражениях. Что ночью на мопедах больше на трассу не полезем. Уж очень страшно, когда мимо тебя проносятся вот эти огромные грохочущие фуры на сумасшедшей скорости. А ты такой маленький, такой... Так на чем-то мы, братцы, остановились. На том, что мы решили ночью все-таки на мопедах по трассе не ездить. Это слишком опасно и слишком неуютно. Хотя сегодня, благодаря этому, мы смогли сделать рекордный пробег в 314 километров. И добраться все-таки до Павловска, где нас встречал Олег. Хотя, если бы Олег нас не встречал, мы бы стали давным-давно уже где-нибудь в палатке, где-нибудь на обочине. И сделали бы намного меньше. И благодаря тому, что мы все-таки доехали, мы сегодня ужинаем. Мы сегодня постирались. Мы сегодня помоемся. И будем спать в кровати. Представляете? В самой настоящей кровати. На постельном белье. Красота. На этом, пожалуй, на сегодня закончим. Всем спасибо. Всем счастливо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...